Сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии основным вопросом стало повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Подготовлен указ о поэтапном увеличении зарплаты. Подразумевается, что индексация будет проводиться ежеквартально для того, чтобы в 2013 году довести среднюю оплату труда работников бюджетной сферы до уровня средней по региону. В 2012 году бюджетникам несколько раз повышали зарплату. Одно из последних в декабре, когда на 24% подняли довольствие работникам дошкольных учреждений. Прошлогодние повышения обошлись бюджету Чувашии более чем в 2 миллиарда рублей. В этом году также предусмотрено около 2 миллиардов. Самым значительным повышением зарплат будет у работников культурной и социальной сферы. По работникам культуры необходимо достичь нормативный показатель 53, но мы выводим на 57,8, исходя из уже достигнутого уровня. И существенное повышение по работникам социальной сферы, то есть за 2 года почти на 84%. В прошлом году 29,9 и прогнозно в 2013-м 53,7. В этом году будет продолжена работа по приватизации госимущества. До 2018 года предполагается продать активы, не являющиеся необходимыми для достижения задач и интересов государства. Данный показатель является индикатором модернизации экономики и мы видим ежегодно снижение этих госпредприятий. Кроме того, данный показатель является включенным в оценку деятельности органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. За 3 года количество госпредприятий сократилось в 2 раза и с учетом прогнозного плана на 2013 год прогнозируется на конец 2013 года 18 госпредприятий. Глава Чуваши обсудил с руководителями муниципалитетов и новые тарифы на тепло и воду. Квитанции запросили, должны сегодня все представить. Проверим, было принято решение выставлять квитанции с применением двухставочных тарифов. По тем тарифам, которые были утверждены госслужбой по тарифам в конце декабря. По городу Чебоксары было дано поручение управляющим компаниям выставить квитанции по новой системе. В итоге при открытой системе теплоснабжения рост оплаты в целом получился до 5% с учетом снижения тарифа на тепло при закрытой до 1%. Управляющие компании, прежде всего, должны стремиться оказывать качественные услуги. Некоторые управляющие компании или отдельные стремятся только собрать деньги у жителей многоквартирных жилых домов, а потом, соответственно, создавать соответствующее благо для себя. Михаил Игнатьев призвал глав Чебоксары, но у Чебоксарска активнее информировать жителей городов, откликаться на любую просьбу и внимательно относиться к жалобам по поводу начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.